Маленькое уточнение. Вы сказали по поводу эскалации, глобальной эскалации. Понятно, что Россия агрессор, она эскалирует, идут обстрелы и даже воздушные тревоги, удары тяжелые по Чернигов, Днепру, мы с этого начинали. Так а что делать с этим прилетом по станции, объекту, контейнер в Мордовии, который отвечает за ядерную стратегическую безопасность Российской Федерации? Многие переполошились, Ньюзвик написал, что это прям переход красных линий со стороны Украины. Зачем нам это? Про это сказали русские, а Ньюзвик это повторил. Вот лойка такая. Сказали русские, а Ньюзвик это повторил. Тут все объяснимо. Во-первых, прямой угрозы нет, это все-таки разные вещи. РЛС, которая в системе ядерной защиты России, это одно, это не ядерный объект. Это не удар по ядерной установке, не удар по атомной электростанции. Но россияне так намекают. Они любят шантажировать Запад и американцев, ядерные угрозы. Вот они в очередной раз пошантажировали. Но для нас как бы здесь все-таки нет прямой угрозы. Вот риск в другом, что если эскалация войны будет увеличена, будет идти дальше, будет усиливаться эта эскалация. Ну тогда да, риск того, что россияне в какой-то период времени могут ударить и по атомным электростанциям, такой риск существует. То есть я бы здесь не проводил прямой связи, логической именно с ударом по этому объекту. Это, скорее всего, игра россиян с Западом, не с нами. Но так или иначе, ну вот это все признаки эскалации. Как и удары по нефтепрорабатывающим заводам наши, так и удары россиян по тепловой генерации в Украине. Поэтому не случайно вот даже Си Цзиньпин по-разному трактует его слова, там не надо подливать масло в огонь и так далее. Но вот это я цитирую. Но на самом деле, насколько я знаю, Китай очень озабочен рисками эскалации. Очень озабочен, потому что ролик. Сейчас она все-таки, ну какие-то рамки, масштабы военных действий, где-то объективными факторами, где-то субъективными факторами это все регулируется. Сдерживается. Но если война, ну скажем так, вот перейдет, то действительно определенные пределы и по числу жертв, и по числу объектов, ударов. Ну тогда, да, есть риски циркной реакции. И тогда это может выйти даже за пределы Украины. Давайте о внутренней политике поговорим так же. Ну как, с налетом внешний топ-100 влиятельных в политике людей мира. И там единственный представитель Украины Андрей Ермак, глава Офиса Президента. Ох, началось после этого. Там понятно, что все, ну как обсуждается, что там царевна Яланда с легкой руки Байдена, названная Юлия Навальная. Да, там она тоже в этом списке. На что влияет пока не... Так она не просто в списке, она на... Да, на что она влияет, вообще непонятно. Ну и Ермак там, другие. Ну и понятно, что Ермак поблагодарил у себя на телеграм-канале, что там должны быть вот наши герои. Ну, красиво, да, вот отреагировал, что в принципе справедливо. Но политические последствия сразу начали комментировать о том, что это такое... Никаких последствий не будет. Ну смотрите, такая значимая фигура в топ-100 влиятельных в Украине. Все уже опять подняли, сдули пыль с вот этого кейса, что после 21 мая Ермак премьер, изменение в Офисе Президента. Что думаете об этом? Я уже вам неоднократно говорил, я не верю в эту версию. Я скептически к ней отношусь. После 21 мая Зеленский как выполнял, так и будет выполнять полномочия президента Украины. Принцип беспрерывности власти. Своей полномочия президент Зеленский передаст следующему избранному президенту Украины. Никому другому. Следующему избранному. Так смотрите, так нет у него таких масштабных полномочий. Это так просто политическая традиция и война. Подождите. Политическая традиция и война наложила на Офис Президента, на фигуру Президента. Ничего подобного. Полномочия у нас по Конституции, у премьера, ну, реальная. Читайте Конституцию и украинское законодательство. Смотрите. Формально Кабмин формируется Верховной Радой. Кабмин – высший орган центральной власти. Исполнительная власть. Высший орган исполнительного, высший центральный орган исполнительной власти. Так так было даже при Кучме. В чем разница? При Кучме, ну, и на основе первой редакции Конституции 1996 года, президент в любой момент мог сместить премьера-министра. Ну, и, соответственно, правительство отправить в отставку. Сейчас нет. Сейчас только через Верховную Раду. Но почему ситуация не поменяется? Делаешь не только формально. Да, а после того, как была проведена конституционная реформа, которую несколько раз, скажем так, переначивали, то мы перешли к парламентско-президентской республике, потом при Януковиче это все отменили. В 2014 году опять вернули парламентско-президентскую республику. Вернули. Но в рамках нашей системы и де юре, и де факто у нас два центра влияния. Это президент, который отвечает за внешнюю политику, имеет влияние, он является Верховным Главнокомандующим, имеет большое влияние на кадровую политику, в частности на назначение глав государственных администраций, влияние на назначение силовиков. Второй центр влияния — это правительство, кабинет министров. Если кабинет министров формируется политическими силами оппозиционными, президенту, вот тогда, да, возникает противостояние. У нас такое было. Там во времена Ющенко было. Но и не прямо косвенно, немножко при Порошенко, хотя тоже был парадокс, в чем, Порошенко назначил Гройсмана, своего однопартийца, своего соратника, премьер-министром. А Гройсман начал немножко автономную, самостоятельную политику проводить. Кстати, отмечу, в связи с нынешней ситуацией, на тот момент не было де-факто парламентского большинства Верховной Рады. И ничего, Верховная Рада доработала до 2019 года. Сейчас же и де-юре, и де-факто, ну, де-факто прежде всего, у нас президентская система. С 2019 года, не в условиях войны. Почему такая ситуация возникла? Как только у президента Зеленского появилось однопартийное большинство, в конце августа 2019 года он сформировал свое правительство, и он получил, это первый раз в нашей истории было, за все 30 лет независимости Украины, он получил влияние, можно сказать, контрольное влияние, и на Верховную Раду, и на правительство, и на большую часть государственных институтов, за исключением, может быть, судебной власти. Потом он поменял это правительство. Сейчас, да, вот в чем проблема для Зеленского, у него нет, скажем так, надежного, гарантированного однопартийного большинства. Формально оно есть, юридически. 234 депутата, слуг народа. Но внутри фракции есть оппозиционная группировка Разумкова. И, ну, скажем так, только своих голосов не хватает. Но ситуативное большинство есть, и оно позволяет контролировать ситуацию в Верховной Раде. Поэтому с точки зрения влияния на правительство ничего не изменилось. И я почему не верю в эту версию, что там Ермак станет премьер-министром. Я просто напомню сторонникам этой версии, для этого надо еще поменять правительство в Верховной Раде. А любое кадровое решение в Верховной Раде сейчас провести крайне сложно. Закон о мобилизации проголосовали, мобилизовав для этого все наличные резервы и ресурсы. И, в принципе, показали, что контроль над Верховной Радой сохраняется. Но, например, когда нужно было проголосовать закон ПРОБЭП, Бюро экономической безопасности, не получилось. Ну, первый раз. Второй раз в первом чтении проголосовали, тоже так напрягая все силы. Поэтому я скептически отношусь. Во-вторых, я уже говорил вам, что я считаю, что Ермаку выгоднее быть рядом с президентом, оставаясь на нынешней должности. Потому что у нас за 33 года независимости, ну, со времен Кучмы, большей частью именно администрация президента выполняла функция политического правительства. Кабмин при всех своих конституционных полномочиях – это орган исполнительной власти. А политические решения, как правило, принимались президентом и администрацией президента. И так было большей частью, вот за некоторыми исключениями. Эти исключения были во времена Ющенко. И отчасти, лишь не всегда, лишь по некоторым моментам. Вот в момент, когда Порошенко был президентом, а Яценюк и Гройсман на должности премьер-министра позволяли себе принимать несколько иные решения. Вот и все. А так, в основном, ключевые рычаги власти были именно в администрации президента и в руках президента. Вот такова реальность. Теперь, что касается вот этой ситуации с списком ста влиятельных людей в тайм. Я уже вот второй день комментирую эту тему. Мне даже смешно. Я советую всем посмотреть этот список. Потому что спрашивают. Там есть Ермак, нет Зеленского. Зеленский обидится и так далее. Слушайте, ну так наивно. Вы посмотрите этот список. В этом списке нет Джозефа Байдена, нет Си Цзиньпина, нет президента Макрона, канцлера Шольца, ни одного руководителя Европейского Союза. Не буду перечислять. Я уж не говорю про Путина. Там вообще почти нет государственных лидеров. Из известных нам государственных лидеров, например, в странах Запада, только Дональд Туск. Ну, еще пара лидеров из стран глобального юга. Политиков там около десятка. Ну, и государственных деятелей. В том числе и Ермак. В США, например, из американских политиков Уильям Бёрнс, директор ЦРУ. Я уже про Байдена сказал, Байдена там нет. Ну, там нет и, например, Блинкена, или Остина, министра обороны. Блинкен госсекретарь. Поэтому этот список очень условный. 90% людей в этом списке вообще не имеют никакого отношения к политике. Я скажу больше. Я вот посмотрел, я там половину людей не знаю. Даже людей из мира спорта. Ну, потому что спорт же он разный. Одни виды спорта. У нас популярны другие, в других странах мира. Поэтому я к этому списку отношусь так очень сдержанно. Но для Ермака, конечно, очень важно включение в этот список. Мы и так все знаем, что Ермак второй по влиянию человек в стране. Тут ничего не меняется. Может, некоторые считают, что первый. Ну, я это называю Ермака-паранойя, Ермака-фобия. Да. Ну, потому что вот они политику украинскую воспринимают только через Ермака. Я знаю из разных источников. Реальная фигура, которая принимает решение, это Зеленский. Ермак-исполнитель. Именно поэтому он так долго продержался. Четыре года. Вот просто для сравнения. Когда говорят о влиянии, я могу вам сказать, что влияние Андрея Богдана на государственную политику, это первый глава офиса президента президентского, напомню, а то, наверное, уже многие забыли. Так вот, его влияние было гораздо больше. Гораздо больше. Известный турборежим в Верховной Раде. Помните, первые месяцы работы. Это идея Богдана. Богдан напрямую контролировал. Богдан именно напрямую контролировал Верховную Раду. Ермак лишь иногда занимается и тут он больше арахами решает вопросы по Верховной Раде. Сейчас, я думаю, Ермак подключался, когда нужно было мобилизовать все голоса наличные за закон о мобилизации и за ряд других решений. А так, вот Ермак занимается американским направлением, конечно, влияет на кадровую политику. И его влияние именно как человека, который, я это условно так называю, первая кнопка на пульте управления президента Зеленского. Это очень комфортно, удобно для Зеленского. Ему, вот есть человек, через которого он может решать очень многие вопросы. Ему не нужно там с Татаровым встречаться, либо там каждый раз там с Шамагалем или еще с кем-то. Он решает вопросы вот многие через Ермака. Это ему очень удобно. И, конечно, это дает очень большой ресурс влияния для Ермака. Но я знаю ситуации, не буду вдаваться в подробности, когда, например, позиция Ермака не совпадала с позицией Зеленского. И Ермак брал под козырек, он выполнял то, что скажет Зеленский. И это было не один раз. И в этом как раз, вот я думаю, мудрость Ермака по сравнению с Богданом. Богдан пытался править, по сути, вместо Зеленского, прикрываясь статусом Зеленского как президента. Ермак понял эту ошибку и он никогда не нарушает субординацию. Наоборот, у него четкое понимание иерархии. И он действует в рамках вот этой иерархии, субординации. Так что тут все нормально. Ну вот, возвращаясь к этому списку тайма, в чем это значение включения Ермака в этот список? Это для Ермака очень важно. Это часть его международной репутации. Таким образом как бы легитимируется статус влияния значения Ермака на Западе. Ну, в Америке так знают. В Америке контактируют с Ермаком Джек Салливан, помощник Байдена по национальной безопасности, каждую неделю с Ермаком на связи. И там по другим каналам осуществляется влияние. Вот Ермак, кстати, почему международное влияние, почему в принципе логично, когда его называют среди влиятельных людей мира. Это не топ-список, это скорее список второго уровня влияния, ну, с точки зрения политики. Но тем не менее, он действительно влиятельная фигура. Ермак сейчас занимается, не сейчас, а с прошлого года, занимается подготовкой глобального саммита мира. Он одна из ключевых фигур в будущих переговорах мирных, когда они начнутся. Я в этом уверен, потому что он занимался переговорами в 2019 году. И, кстати, тогда довольно успешно. Поэтому он действительно реальная фигура, влиятельная. Но Запад говорит, мы это знаем, мы это видим, мы это подтверждаем. Вот для Ермака это очень важно, потому что в Украине он объект для критики, особенно там в социальных сетях, в оппозиционном лагере. И даже часть сторонников Зеленского, которые не хотят критиковать президента, они могут покритиковать Ермака. То есть Ермак удобная мишень для критики. Но в целом я думаю, что вот этот список он просто в какой-то мере деформировал, я бы сказал, реальное восприятие влиятельных людей в мире. И то, как у нас это воспринято, ну это точно, это сенсация на пустом месте. Потому что в этом списке, еще раз напомню, нет ни одного влиятельного государственного лидера. Ни одного. потому что Туск, я думаю, что не то, что в десятку, я думаю, что он и в двадцатку не входит самых влиятельных лидеров мира. При всем уважении к Думы и Думы. Туск, это, конечно, тоже очень интересная история. Ну так просто совпало, да? Да, а вот, кстати, про Навальную вы сказали, вот извините, да. Вот я вам скажу, логика есть, почему Навальная появилась в этом списке и почему она на обложке тайма. Вот тут точно есть логика. Фиксируется роль Юлии Навальной как лидера российской оппозиции. Это проявилось сначала в Мюнхене, но сразу после смерти Навального, потому что надо было показать, что, кого Запад поддерживает как лидера российской оппозиции. Ну и потом вот Байден ее принял, ну и целый ряд других. их в Конгресс пригласили. Это вот такая была противоречивая ситуация, когда Елена Зеленская отказалась быть рядом с Навальной в Конгрессе. И Навальная, судя по всему, обиделась на это, судя по интервью Саймона Шустеру. Но это сигнал, это сигнал, что на Западе именно Юлию Навальную воспринимают в качестве главного лидера российской оппозиции. Ну это да, и знаете, там вот это Тихановская номер два говорят на Навальную, и наверное правильно и говорят, ну ее позвали Тихановскую на саммин G7, да, и ну как бы интересно, да, вот это все. Нет, но это опять-таки это демонстрация и Путину, и Лукашенко, да, как мы к вам относимся, мы не сжигаем мосты, но во всяком случае в отношениях с Путиным, но да, мы вот реально на всякие случаи, на будущее, да, готовы вести дело и с лидерами оппозиции. Понятно, ну Юлия Навальная это отдельные случаи, я думаю, что она все-таки более реальная фигура. Тихановская скорее не такая. Хотя, подождите, она участвовала в выборах, а Навальная как бы по наследству досталась. Не, не, несомненно, несомненно, но она участвовала как ну тоже, да, за мужа, да, сменщик мужа, да, который оказался, то есть она оказалась случайно, в общем-то, я вам скажу, в политическом процессе, но активно играет свою роль, надо дать ей должное. Она стала, ну как минимум, скажем так, легитимным лидером белорусской оппозиции. Ее так именно воспринимают. А Юлию Навальную нужно утвердить в этой роли, потому что, ну, она действительно не участвовала в выборах, но ее нужно зафиксировать, ее статус. Именно для этого вот и нужны, в частности, вот и ее включение. Вы знаете, что думаете и про Навальную, и про Тихановскую, и про сотню, в которую попал Ермак. В финальной части нашей сегодняшней встречи, Владимир Владимирович, ну, конечно, мобилизация. Вчера опубликован закон, это означает, что он вступает в силу, 18 число, ну как, вступление в силу 18 числа, пошел отсчет вот этих 30 дней, и много вопросов. У юристов много вопросов, много нужно допилить, доделать, чтобы это, ну, как бы была мобилизация плюс-минус согласно законодательству с человеческим лицом. Сейчас уже возникают там определенные тонкости, нюансы, шероховатости. Но тут такой, знаете, очень интересный, парадоксальный момент. Вот у нас есть под Киевом город Бровары, ну, сейчас называется Бровари, переименовали. Так вот... Почему Бровары так и называются? Переименовали. Ну как, не следите, значит, жизнь в Киевской области. Переименование произошло, да. Вы меня заинтриговали, проверю, да, заинтриговали. Поменяли название как бы на украинский манер, да, вот, этого города. Оттуда передают вообще какой-то апокалипсис. Вот, прям на второй день пошел 30-дневный отсчет, 6-ти километровая пробка в один въезд в из другой, ходят много, на БТР-ах почему-то, ходят по квартирам, повестки выписывают. А тут возникает, ну, такое какое-то, ну, вот это непонимание, то есть 30 дней нужно, остается мобилизацией по-старому, и, похоже, она будет, ну, скажем, такой, особенно активной. что думаете, насколько вот эта ситуация с переходом, да, вот 30-дневным, может вообще отразиться на принятом законе и дальнейшем его исполнении? Ну, я, во-первых, отмечу, что, вопреки разным конспирологическим предположениям, а их было немало, что президент не будет подписывать, отправит назад Верховную Раду или будет долго не подписывать, как было там с одним законопроектом о снижении возраста мобилизации. Нет, он подписал сразу же, сразу же, сразу же после того, как Стефанчук его подписал. Вот что очень показательно, на это мало обращают внимание, депутаты Верховной Ради могли заблокировать хотя бы на несколько дней подписание этого закона, представив процедурные поправки, что там нарушили сильные нормы голосования и так далее. Это часто бывало раньше. Сейчас ни одной такой попытки не было. И Стефанчук подписал сразу и Зеленский. О чем это говорит? Все понимают серьезность ситуации. Вот на что обращаю внимание. Здесь дело не вот в этих всех, в этой всей мишуре, в мишуре вокруг этого закона, а в том, что опасность огромная, опасность массовой мобилизации в России, опасность российского наступления, которая и так идет сейчас, но на основе наличных резервов и ресурсов. А если будет дополнительная волна мобилизации в России, нам придется делать то же самое. Вот это самое главное. Есть понимание этого и у оппозиции, и у президента. Вот это главный риск, который надо принимать во внимание всем. Политики уже это принимают во внимание. В обществе, мне кажется, еще не все до конца осознали, насколько ситуация серьезная и что риски возрастают. Они не такие, как были в начале войны, но все равно риски достаточно серьезные. Мобилизация как была и до принятия закона, так она есть и сейчас. Просто в связи с тем, что появляются новые нормы закона, активизировались. И те, кто не хочет попадать под мобилизацию, ну мы же знаем, там очереди за границей, там оформляют свои документы за границей, ну чтобы, скажем так, успеть до того, как вступит норма закона и тогда придется им вставать на учет воинский многим мужчинам, которые за рубежом. Ну и внутри страны тоже. Активизировались и так называемые ТЦК, вот которым привычно работать по старым канонам, а не так, как там надо будет работать после того, как закон... С камерами. Да, вот они... Да, есть право проверять документы, все должны будут носить эти военноучетные документы. Должно быть... Ну как бы... Многие ожидают, что будет культурнее, по крайней мере. А вы? Не, ну в чем смысл? Я вот сразу, опять-таки, не вдаваясь в детали, про детали, особенно юридические нормы, как они будут работать, лучше с юристами. Говорить это будет, ну, корректнее с точки зрения экспертизы конкретных норм. Но сугубо политически. В чем главный смысл и две главные задачи этого закона? Первое. Поставить процесс мобилизации более четкие, более цивилизованные, более современные правовые рамки. Вот это первая задача. Потому что процесс был сильно деформирован. Вторая задача, на самом деле, она главная, но как бы она, ну, в силу разных причин оказалась на втором плане восприятие общества. Но на самом деле, вот вторая важная задача, это все-таки сделать процесс мобилизации более эффективным. В частности, через введение санкций против тех, кто уклоняется от мобилизации. из-под палки. Мобилизация это всегда так. Это всегда так. Мобилизация это всегда не из-под палки, это норм. Мы все, кстати, большая часть законов, это тоже палка. Абсолютное большинство законов это палка, это правовые рамки. Мы, если мы хотим жить в правом государстве, мы должны выполнять нормы закона. Иначе не работает государственная машина и общественная жизнь начинает разрушаться. Вот как она разрушилась в Гаите, например, или в Сомали. Да. Пока работает государство, чтобы обеспечивать, например, главную функцию государства, функцию защиты. Сейчас это функция защиты от внешней окрытии. И чтобы эта функция работала, граждане должны выполнять свой конституционный долг. Да, мобилизация это формат выполнения граждан конституционного долга по защите своей страны. Так что это палка, как и любой закон. Ну, смотрите, палка всегда в концах. Кто защитит граждан, которых шельмуют уклонистами и называют другой Кремля? Подождите, ну, давайте сейчас не манипулировать, не бросаться в крайности. Если гражданин, и я знаю немало людей, которые, кстати, не дожидаясь, когда еще этот закон вступит в силу, пошли, например, проходить медицинскую комиссию и столкнулись. Вот это вот почему необходим, кстати, месячный период. Ну, там много, там надо подготовить электронный кабинет и много других норм, чтобы они начали работать. Потому что, ну, мало принять закон, нужно еще подготовить нормативную базу подзаконную и конкретно организационные инструменты. И вот, в частности, надо вот организационно подготовиться. И в том числе к увеличению масштабов мобилизации. Оказалось, что, ну, огромные очереди в медицинских комиссиях, там куча проблем. Ну, главные проблемы это вот очереди. Ну, то есть, вот, Министерство охраны здоровья надо, как бы, заняться, как-то оптимизировать этот процесс. И точно так же многое придется сделать тем территориальным центром комплектования и многим другим структурам, которые будут задействованы в этом процессе. Что касается уклонистов, ну, слушайте, законы приняли специально для того, чтобы люди осознали, ты либо выполняешь требования государства в чрезвычайной ситуации, в военной ситуации, либо ты фактически сам себя выводишь вне закона. Вне закона. Ты не хочешь, это вот, на мой взгляд, это главная несправедливость. Когда говорят там про несправедливость закона, да, вот в этом, на мой взгляд, несправедливость. Когда одни воюют и зачищают, а другие в тылу жируют и пользуются тем, что за них воюют. Вот это несправедливо, на мой взгляд. И поэтому я сторонник того, если закон, для того, чтобы норма закона работала, должны быть санкции для нарушителей закона. И если человек уклоняется, да, ну, можно называть уклонистом, там, как угодно, ухилян, там, и так далее. Да, но когда я вижу, кто-то бравирует этим, вот я, у меня просто возмущение. Я считаю, что вот этих людей в первую очередь надо наказывать, потому что они фактически выполняют подробную работу. Если человек просто боится, я это еще могу понять, но это реально психологическая ситуация. Не все герои, не все готовы идти воевать и подвергать риску своей жизни. Люди боятся, я знаю, абсолютное большинство людей, это, кстати, подтверждает косвенно-социология. Вот есть такой дуализм, амбивалентность, выражаясь научным языком, противоречивость настроений. С одной стороны, люди хотят победы, хотят завершения войны на наших условиях. Это абсолютное большинство. Но при этом они боятся за своих близких. Да, и не очень хотят, чтобы их близкие шли воевать. Это реальная ситуация, что поделать? Это как бы, знаете, мне очень нравится вот эта амбивалентность. Получается, нужно или перестать хотеть победы, или перестать бояться за своих близких. Нет, нет. Здесь, как опыт показывает, опыт и Первой, и Второй мировой войны, есть граждане законопослушные, которые понимают, вот пришла повестка, я законопослушный гражданин, я иду и выполняю свой долг. А есть люди, которые там предпочитают, это для меня просто там лауреата, как это называть, Дарвиновская премия, когда премия за идиотизм, когда я, боясь погибнуть на фронте, готов погибнуть в Тисе, ну, в реке пограничной. Вот для меня это просто и признак идиотизма, и просто позор. Но такие люди есть, и дезертиры есть, и были, у нас тысячи дезертиров, так я могу вам сказать, и в России похожая ситуация, и была, и есть, просто там больше сейчас контрактников призывают, поэтому, как бы, ну, денег больше, поэтому это снимает, скажем так, частично эту проблему. Но дезертиры с фронта есть тоже. Да, но я, как историк по образованию хорошо знаю, что, когда начиналась Отечественная война, сотни тысяч, сотни тысяч, не тысячи, а сотни тысяч бойцов Красной Армии либо сдавались в плен, либо дезертировали. Это была массовая ситуация. Все, кто знает историю Отечественной войны, знают про заградотряд. Поэтому это реальность любой войны, любой войны, не только нынешней. Поэтому, да, ситуация сложная, болезненная для людей, драматическая даже для людей, но это реальность, в которой мы живем. И у нас сейчас другого выхода нет. У нас нет альтернативы мобилизации. Ее просто нет. Но, естественно, в том числе противоречивый характер общественных настроений через какое-то время, я думаю, он будет подталкивать руководство страны к тому, чтобы рассматривать, ну, когда будет подходящая и военная ситуация, рассматривать дипломатические условия к завершению войны. Спасибо.